Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Дартист Данжен, и сегодня я хочу сходить на Сирену все-таки, и может быть победить ее в этот раз. А я собрал вот такую вот пати, я все еще хочу взять антикварку туда, потому что антикварка интересно взаимодействует с Сиреной. У нее низкий дебаф-резист, и Сирена с намного большим шансом таргетит персонажей, у которых самый низкий, ну как бы из моей команды. Того, у кого ниже всех дебаф-резист, она таргетит в три раза чаще своим переманиванием. Так что она должна в теории переманивать постоянно только антикварку и игнорить всех остальных. А также персонажа, у которого самый высокий резист, она никогда не переманивает, но у меня у всех остальных он одинаковый, так что я не уверен, что это как-то работает. Ну в остальном я взял гелионшу, деда и весталку для сила. Вроде бы логично. Гелионша, чтобы дамажить, дед, чтобы репостить, на него будет антикварка кидать протекшн. Также у меня есть доджи здесь, у меня есть доджи здесь, он не поможет, но он есть. Я думаю, стоит докачать скиллы всем, у кого они не докачаны, и пойти все-таки убивать. А, почему нет? Это тоже почему нет? Антистелус полезен. Ну и милишку тоже, почему бы и нет. Денег хватает как-то. Я также могу обменять что-то на что-то и построить эту хрень все-таки. Наверное, есть смысл. Типа обменять... По-моему, многовато. А так, по-моему, маловато. Ладно, вот так. Обменять вот так. И построить домик картографа, который даст мне бонусы от света. Я не помню, какие именно, но там плюс копейки лута и плюс копейки еще чего-то, когда светло. Когда неважно, насколько светло. То есть, если свет не на нуле, то плюс копейки чего-то. Ну ладно. Тут мне нечего покупать, тут мне некого брать. Поехали. А, так. Или не поехали, что у меня с отдыхом. Бонусы в первой позиции есть. Тут все нормально. Тут плюс додж на всю пати. Учитывая, что я могу спамить додж. Разными персонажами, может быть, есть смысл. В антиквартии, в принципе, ничего нет полезного. Никогда. И у вестауки есть убирание засады. Ладно, сойдет. Побольше еды на всякий случай. Побольше лопат, потому что это коув. Побольше факелф, потому что это босс. И там побольше всего остального, потому что я могу. Это дебаф резист? Я не помню. Но пригодится все равно. Ладно. Надеюсь, что-нибудь получится. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Окей. Поехали. Я всегда wondered, что произошло, что произошло из нескольких маленьких боссов. А вниз или направо? Так, один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Черт. Неясно. Может быть вниз, а может быть не вниз. Пойду сначала направо, посмотрю, что там происходит. Первый бой. Два группера. Дайдмастер. Безумец. Безумец самый опасный здесь. Но я не могу ему ничего сделать дедом. Разве что минус дочь, минус скорость. Но, наверное, нет. Наверное, я сделаю Retribution просто кому-нибудь. Но, к сожалению, придется поймать немножко стресса. И еще немножко стресса. И он еще и на третий слот ушел, так что я не могу его нормально дамажить. Ну ладно. Я думаю, Protection на антикварку. Оно на один раунд или на два, я не помню. На два. То есть она сможет что-то еще разок сделать. И я не могу использовать Iron Spawn, потому что там враг в стелсе. Но я могу использовать Ifit Blitz, чтобы не попасть. Хорошее начало. Как всегда, хорошее начало. Но я не думаю, что атаковать Висталка это хорошая идея. Потому что у нее и так меткость довольно низкая. А у Безумца куча доджа. Так что там вообще все плохо. Вот почему, когда этот чувак накидывает стресс, у меня бьет контратак по нему, а когда Безумец, нет. Несправедливо. Вообще несправедливо. Ауэшный хил, потому что все слегка сдамажены. Ну почти все, антикварка нет. Ну и групперы постепенно кончаются. Может ты все-таки умрешь? Нет. Черт, у меня станы нет. Надо поменять. Ну и он выжжет с двумя хп. Стандартно. Все уворачивается от всего. Ну, все уворачиваются, это хорошо. Все уворачиваются, и я никому не бустил додж. Который бесполезен. Потому что все и так уворачиваются. А если его бустить, то все не уворачиваются. Я кину Беллоу, это добьет этого группера. И также задамажит и задебафит остальных. Так что в этом есть мысль. Также я кину Ирон Свон, чтобы добить шамана. И остается только один группер, который меня сейчас на Десдор отправит, похоже. Но это можно исправить. Да, по тринке там. Тут свиток и голова. Тут я взял карту для разведки. И макс хп от хил. Который не помогает. Так что, наверное, может быть стоило брать протекшн вместо этого. Не уверен. А и у этих двух. Дамаг появлялся, чем и кольцо санринг. И у него плюс скорость и санринг. Наверное, неплохой вариант. Ладно. Я не думаю, что мне есть смысл что-то пытаться делать антикваркой, кроме как ударить. Зато мне есть смысл застанить его. Потому что я могу еще один раунд подождать. И сейчас отхилиться. И в следующем раунде его добить уже. Подкрепления еще не будет. Готово. Ну, первый бой не супер приятный. Но сойдет. Это еда, если что. Окей. Вестаука не смогла. Если что. И разведка, если что. Пустые комнаты, это хорошо. Пустые комнаты, это не враги. Может вообще не будет врагов по пути. До босса. Или может не будет босса там. И мне придется идти через кучу врагов вниз. Тоже возможно. Ну, один бой есть. Секретка есть. Если сейчас разведка прокнет в той комнате, сколько у нее шанс вообще? 70%. Видимо, из 200 или типа того. И, видимо, мне сейчас отдыхать придется. Ради снятия стресса. Нет, тут разведка не прокнула. Если бы она прокнула, я бы знал, есть там босс или нет. Но она не прокнула. Может быть, у Вестауки прокнет правильный стресс. Или может быть нет. Посмотрим. Тут скрипач, с которым надо бы что-то сделать. Тут вообще все неприятны. Так что я даже не знаю, что делать. Ретрибьюшн. Я заставил их врасплох, так что первый ход мой. Я могу кинуть Беллоу. Но хотя Доджи у них не так уж много. Минус скорость на втором ходу. Это хорошо. 65-60. Но у меня приличный шанс забавить их. По сути, это сделает второй ход тоже таким, как будто я их заставил врасплох, потому что они все будут ходить после меня. Кроме, может быть, шамана. Если прокнет. Прокнет. Окей. И я думаю... Спамить Додж. И спамить его первым. Он почти мертв. Можно будет еще разок Белого сделать, и это его добьет. Или можно Вестаука его добить. Тоже хороший вариант. Потому что Белого еще раз ничего мне не даст. У них и так скорость сильно в минусе. Ну, Вестаук попал. Хоррор. Сотни стресса. Ладно. Посмотрим, может у нее прокнет положительный баф. А, так. Ратрибьюшн. Наверное, есть смысл. И, наверное, есть смысл. Ифид Блиц. Убивать его постепенно. И у Вестауки что? У Вестауки негативный баф. Ну, посмотрим. Может быть, у меня получится все равно Додж пройти. Снять у нее все я не смогу. Я не знаю, мазохизм это хреново или это среднехреново. Там есть некоторые, которые совсем плохие дебафы. Есть некоторые, которые относительно пофиг. Окей, еще немножко Доджа, который все еще не сильно помогает. Ну, она на себя стресс набирает, это нехорошо. Ну, посмотрим. Окей, минус скрипач. Плюс Додж. Но он все-таки не попал. Удивительно. Зато он попадет. Нет особо разницы, в каком порядке их убивать. Ну, я надеюсь, босс все-таки здесь. О, она из... У себя картонолучил. Или что это было? Не уверен. Мне вроде бы на что-то все еще нужны были гербы. Вроде бы, да. Я могу съесть немного еды. И взять еще гербов. Нормально. И, наверное, я могу вот так вот еще сделать. Разведка, прокни. И покажи мне боссы здесь. Конечно же, нет. Как это так? Так, там, куда я пошел в первый... В первый раз там босс? Нет. Мне нужно вернуться. Сейчас по пути заспаунится еще пачка врагов. Коллектор какой-нибудь там. Висталка окончательно сдохнет. Только так. Только так. Не, ну я, конечно, сам открывал. Пытался вскрывать ловушки Висталка, у которой довольно низкий шанс. В надежде, что у нее он все-таки прокнет, и она снимет с себя немножко стресса, но наоборот получается. Так что, наверное, все-таки ловушки стоит каждый раз вскрывать тем, у кого больше всего шанс. Потому что как снятие стресса, они слишком не работают. Я могу хотя бы... Нет, я не могу даже при отдыхе поснимать с себя стресс нормально. Потому что тут у меня нет, тут у меня есть, тут у меня тоже есть. Себя Висталка, по-моему, не может нормально. Не может нормально. Так что я могу с нее снять 30 стресса. Это не поможет. Окей. Ну, я заставил их врасплох. Что мне теперь с этим делать? Ретрибьюшн. Протекшн, наверное. Ну, она себя будет дамажить, но это не так страшно. До Устяка можно первый раунд не убивать. Он вроде в конце второго взрывается. Так что я могу туда ударить. Еще разок туда ударить. Неплохо. И его немножко ударить. Хотя у него куча протекшна. И его добить, да. Хорошо. Она все еще под протекшн. Можно немножко еще доджи побафать. Хотя, опять же, до того, как я побафал доджи, у меня все нормально было с доджи. Так что, возможно, я зря это делаю. Добить скрипача. Хорошо добить. И теперь остается только гуль, который не страшный. Да, а вот за бафу у доджи по мне сразу начали попадать. Атакуй. Окей. Не атакуй. Промахивайся. Тоже хорошо. Такой он толстый. Накинул немножко стресса на деда. Снимай немножко стресса с деда. Хорошая весталка. Это все не нужно. Ну и здесь только культистка слегка опасна. Я могу ее стукнуть ретрибьюшеном. Наверное, зря надо было ее стукнуть просто атакой. Я могу... Кинуть протекшен. Естественно, она будет таргетить весталку, потому что она всегда таргетит того, у кого больше всего стресса. Это тоже не очень хорошо. Три блида. Терпимо. Хилл надо будет АУЕшни кидать. Но в целом все терпимо. Блин надо будет снять бинтом. Серьезно? Может не надо критовать? Может не надо стресс навешивать на весталку? Ей так хватает. Серьезно? Эх... И баф она тоже не хочет. И он все еще ее таргетит. Ну ладно, хотя бы промахнулся. Так, ты все-таки умри. Хотя бы она в основном не на себя стресс навешивает. А на других. Другие пока что могут терпеть это. Пока что. Да-да. Она отказывается от бафов. Я это уже понял. А, черт. На нем. На нем протекшн. Ну, этого тоже можно убить. Можно еще убить труп. Тогда группер подъедет вперед и не сможет атаковать мои задние ряды. Это, возможно, тоже хороший план. Или просто кинуть на него минус меткость. А, опять же, не на него. Черт. Ну ладно, можно и так. Ну, зачем вперед уходить? Ты оттуда не можешь ничего делать. Ну, додж как-то слегка помогает. Когда у противника еще и минус меткость. Но помогает недостаточно, потому что у моей сраной вистауки сраной 158 стресс. Так что нет, додж все еще хрень. Но кроме доджа антиквартии ничего полезного нет. А протестить ее на... Сирене я все-таки хочу. Чувак, умираю уже. Пора. Да идет ли у меня вообще листовка до босса? Видимо, нет. Аж тут еще две битвы. Там еще сейчас будет по две битвы в каждом коридоре. Возможно, мне стоит свалить из данжа и вернуться сюда теми же самыми, но с другой вистаукой. Да-да. Не, ну сейчас баф на додж вообще бесполезно кидать, потому что он не кидается на вистауку. Типа, ой, я могу забафать додж всем, кроме того персонажа, которому наиболее критично сейчас не получать ничего. Хороший план. Лучше неприятным врагам меткость понижать. Больше пользы. Ну и шесть урона тоже больше пользы. Ну, традиционно все плохо. Культистка. Шаман. Так что куча стресса. И я даже не заставил их врасплох, так что они сейчас первыми будут ходить. Да ладно. Ни на вистауку, ни стресс вообще. Как так? Кто позволил? Что-то и без бафа доджа, они нифига не попадают примерно так же, как и под бафом. Так что, видимо, действительно он не нужен. Наоборот, нельзя было? А, он уже снял стелс? Хорошо. Ну хотя, можно все равно на него эту хрень... Окей. Можно эту хрень кинуть, но она не попадет. Зато этот попадет. Я не против. Так тоже можно. Ну хотя бы вистаука пока что не пропускает ходы. И не отказывается там хилить союзников, не бьет союзников. Так что, видимо, это неплохой вариант негативного статуса. Она иногда двигается вперед. Но после этого у нее есть ход, так что можно ее сдвинуть назад или кинуть хилу, или еще что-нибудь сделать. И она навешивает стресс на себя и на союзников и отказывается от бафов. От хила, наверное, она тоже будет отказываться, но пока что ее не нужно хилить. Пока что. Чувак, давай умираю уже. Смотри, дамага я еще могу затанковать. Ну там еще один бой. И карта по пути. И там еще два боя. До босса. Шикарно. Кто вообще у меня лучше всех вскрывает лобошки? 80, 70, 55, 85. Антикварка. Ну ладно. Так, ну бандиты это не так плохо, потому что они хотя бы стресс не навешивают. Можно порезать меткость. Чуваку с ножами, потому что он самый опасный. Можно убить его же, например. Но не получилось. Не получилось. Попасть тоже не получилось. Может хотя бы этим? Да, этим получилось убить. Хорошо. А, это стресс немножко навешивает. И немножко это 17-12. Или типа того. Ну, видимо, скоро сердечный приступ, смерть и все такое. И пойду я тремя персонажами на босса. Если у меня в этой висталке что-нибудь совсем хорошее. Ради чего я хотел бы сохранить ее в живых. Она еще не была в даркести, так что ради этого я бы, наверное, хотел ее сохранить в живых. Но все статы... Это у нее еще и минус 20 стресса здесь. Шикарно. Но все статы у нее терпимые. Так что вполне можно ее потерять. В дартист я могу кого-нибудь другого, наверное, найти. Если что, у оккультиста. Он тоже работает. Ну, если он стресс навешивает своим кнутом, то надо ее просто взять и убить. Ну, или взять и почти убить. Крит по висталке. Шикарно. Еще немного ей нужны стресса. Ну, почему всего 6, почему не 20? Наверное, не ему нужно меткость дебафать. Ну, с другой стороны, нет. Только он останется в живых. Так что ему... Ну, хотя бы он не попал. После двух дебафов меткости. Третий. Почему нет? Или стоп, или это ток второй. Он минус... Сколько дает? Минус 18. То есть это... Первый на него не прокнул, что ли? Когда я его из Теуса выводил. Возможно. Еда немного кончается. Но ее многое не надо. Вот это вот пережить бы. После этого я отдохну, немножко стресс все-таки сниму с висталки. Но немножко. Естественно. Тут слишком много всего опасного, так что я хочу со всех всем дебаф... Не дебафа, а всем дочь пробустить. И, наверное, ретрибьюшн это хороший план. Да, вот поэтому. Потому что другими способами я этого скрипача не достану. Ну, естественно, да. Ему протекшн дадут. Так что быстро его не убить. Ну, хотя бы застанете. Нет, нет. Хотя бы протекшн скинусь. Да, они поменялись местами. Если бы они не поменялись местами, я бы застанел. Ну, хотя бы не скрипача. Окей, не попал ни к кому. Шикарно. Хотя она все равно стресс набирает. Ну, это потому что ее ход ясно. А как насчет попасть по нему? Да, и критануть и снять с себя немножко стресса. Хорошо. 83. Ок, добивающий. О, стресс вейв и не на висталку. Как так? По-моему, в игре что-то сломалось. Ну, хотя у всех остальных у меня тоже куча стресса. Так что, видимо, нет. Серьезно? Окей. Можно и так. Ну, на этот раз, а не, все равно критануло. Нормально, 178 стресса. Стресс хилл работает. И минус меткость работает намного лучше, чем плюс-додж. Удивительно. Моментарий абейтмент. Окей. Насколько у самой сирены много дебаф резиста? Можно ее тоже минус меткость спамить? Может, на антикварку нужно брать тринкет на плюс дебаф шанс? И спамить минус меткость на самых опасных врагов? Может быть, в ней тогда больше смысл будет? Потому что обычно есть какой-нибудь один совсем неприятный враг. И за пару ходов ему можно получить минус 36 меткости. Это лучше, чем плюс 20 доджа на свою команду за то же самое время. Почти в два раза лучше. Ну, может, ты умрешь уже? Да, может быть, умрет. Эта статуя давала какой-то баф, правильно? Просто так, без всего, возможно. Ну, ладно, в любом случае мне нужно отдохнуть. Мне нужно сожрать 10 еды. У кого-то у меня плюс... Да, у него. Плюс 50% еды. Нет, нехорошо. Ладно. Висталку фокусим с нетем стресса. Которая на нее не проп... Что? Серьезно? Оно потратилось, но на нее не пропнуло. Шикарно. Окей, тогда забиваем на висталку, бафаемся сами. Снимаем стресс с себя. А висталка пусть дохнет. Хрен с ней. Плюс Крид. Нормально. А, не, это не то. Это дебаф. Которая, к счастью, снимается без проблем. Ну ладно. Ну, я заставил их врасплох. Это не такой уж сложный бой. Висталка сейчас сдохнет, но хрен с ней. У меня полное хп почти у всех. Ну, может, оно, конечно, не будет полным к концу этого боя. Но все же. Что бы мне сделать только? Наверное, сначала снести эту хрень. Потом снести эту хрень. Потом снести эту хрень. Не добил я медузу, потому что я могу сделать так. 1-3 урона. Ну, какая разница. Можно медленно убивать висталку и улитку. А ну, что так, что так, не очень опасно. Надо было все-таки ему резать меткость. Хотя я могу совсем спамить плюс дочь. Ненависта укуп, окей. Так, наверное, все-таки резать меткость. Было бы лучше. И добивать постепенно. Очень постепенно как-то. О, зато сюда крит. Еще минус меткость. Еще плюс урон. Готово. И остается только улитка, у которой минус 3 скорости, так что она не доживет до своего хода. Ну ок. Висталка дожила до... До босса. Уже хорошо. Погнали. Погнали. 85. Дебав резиста. У меня 140 шанс. То есть, в принципе, 55% шанс дебава и меткость у меня есть. Попробуем. Че? Наверное, просто стопнуть лучше. Да. И она еще и зарезистила. Вау. Окей. Как-то у нее много доджа. И как-то у меня много блида. Ну ладно. И как-то у нее минус 1,5 хп за один удар. Почему бы это? Я могу ее сделать минус дольше, если прокнет. Прокнет. Вполне, но минус меткость отвалилась. Да, у нее два действия захода, точно. Окей, это нормально. Что она будет делать? На меня дебавы кидать. Ну пусть, пусть. Вот это не очень хорошо. Но это можно отфокусить. Наверное. Надо ли? Или стан кинуть? Лучше отфокусить. Нет, не этим. Лучше отфокусить. Ну зачем ты вперед-то идешь? Он не может нормально бить оттуда. Окей, иди обратно. И снова мимо. Ну, плюс додж немножко помогает. Для того, чтобы защищаться от союзников, видимо. Вот это печально. Ну хватит суммонить ересь. И без этого плохо. У тебя уже антикварк вон было. Ууу, у нее теперь дебав резист. Такой же, как у остальных. Так что надо будет не ее брать. Черт. На это я не рассчитывал. Болстер. Плюс додж, плюс скорость. Это нехорошо. И дамага у меня теперь меньше. Это тоже нехорошо. Я могу ее еще раз... Нет, не могу задебафить. Прощай, Вестаук. И у нее еще и билет, черт. О, рип. Ожидаемо. Если ее тоже убьют, я не буду сильно против. Антикварка после этой миссии мне вообще никуда и незачем не нужна. Ну, может, не надо Болстер спамить. Там и так достаточно доджа. У нее что? Тоже негативное все. Конечно. Когда я в прошлый раз положительный баф видел? Недели на какой-нибудь там 50-й, при том, что сейчас 116-то. Похоже, что так. Ну, зато теперь у меня... А, хотя нет. Может, сейчас будут отказываться от бафов? Ай, она не может с этого слота ничего делать, но можно ее передвинуть просто. Не надо ее забирать. Во-первых, не у нее дебаф резист. Минимальный. Ну, куда ты уходишь? Ладно, оттуда бей. Мне не жалко. Вот, правильно. Вестауку бери. Если попадешь. Ха. В общем, я буду спамить плюс додж всеми. Ну, всеми. Это антикваркой и дедом. И атаковать я буду только... Только гелионшей. Зато у нее будет там 90 доджа. И это не поможет. Ладно. Другой план. Атаковать всеми? Ну, это помогает, когда... Когда она забирает моих персонажей. Потому что после этого они промахиваются. И, в принципе, этот... Эта медуза тоже будет промахиваться постоянно. Так что ее можно игнорить. Ну, или не будет промахиваться постоянно. Или она с первого раза попадет и застанет. Персонажа, у которого там 80 доджа было. 70? 70. Почему нет? Потому что додж полезен. И... Еще один негативный баф. Ура! Вот его не надо брать. И ее не надо брать. Не надо тебе сказали. Окей, он сам атакует. Почему нет? Ладно, может, все-таки... Умереть тебя? Нет, еще 10 хп. Так что пока что нет. Ну, теперь осталось только медузубить. Видимо, так. Двигать персонажей туда-сюда мне уже не хочется как-то. Ура! Так, это из Висталки вывалилось. Это нужно взять. Больше ничего не нужно взять. Ура! Ура! Ну... Более правильным вариантом было бы, во-первых, не открывать ловушки Висталкой. Во-вторых, как только у нее или еще у кого-нибудь накопится 100 стресса, свалить из данжа и вернуться сюда более свежей пати и надеяться, что мне не наберут 100 стресса. Но зато и так получилось. Висталку не жалко. Она сама себе там стресс набирала и ловушки не вскрывала. Это нужно снять, это нужно снять, это нужно снять. Окей. Все трое отправляются снимать дебафы. Бесплатный апгрейд. Если мне вообще что апгрейдить. Но это шанс дополнительной болезни, это не нужно. Тогда, наверное, сюда. Хотя, стоп, нет, не сюда. Сюда что-нибудь. Последний апгрейд. Хотя, опять же, это не очень нужно. Ладно. Тут никого интересного. Эти трое идут сюда. Dark Temptation. Надо было что-нибудь залочить, наверное. Dark Temptation. И... Хотя это антикварка. Просто... Просто в жопу ее. Она больше не нужна. Денег у меня 300 тысяч. В данжах она не помогает. Готово. И не нужно лечить ее. Так, у меня что-то было еще с щилдбрейкершами. Они у меня, во-первых, где-то были. Я точно помню. Почему они в самом конце? Не ясно. Во-вторых, с этой все в порядке. А вот вторую нужно отправить лечиться. Правильно? Правильно. Сюда, видимо. Ну ок. Тут ничего особенно хорошего. Ну, у меня есть одна щилдбрейкерша. Так что в следующий раз, наверное, пушка. Она там хороша. Или экипаж. Она там тоже должна быть хороша. Или еще что-нибудь. В общем, что-то из боссов в следующий раз. Ну а на сегодня тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Пока.